к микрофону. Спасибо большое, Татьяна, спасибо. Я очень рада, всегда была рада участвовать в конференциях, которые проводит интернет-журнал «Чтение детям». И я надеюсь, что сегодня среди слушателей уже присутствуют те, кто слушал мои вебинары на подобных конференциях, может быть, просто «Фантастика» или какие-то ещё другие, потому что их было уже немало. И, конечно, приветствую тех и рада, что присоединились тех, с кем мы ещё совсем не знакомы. Я думаю, что вот этот час, который нам положен, мы проведём с вами с пользой и, в общем-то, интересно. Итак, название мастер-класса «Читайте Достоевского или русская классика на экране смартфона». Я вынесла в название мастер-класса фрагмент цитаты. Цитаты из статьи замечательного русского поэта Иннокентия Фёдоровича Анинского. Возможно, вы помните, что его Андреевна Ахматова называла Анинского «последним из царскосельских лебедей». Прошу прощения. Алло? Я прошу прощения, у меня вебинар. Я перезвоню вам позже. Итак, Иннокентий «Последний из царскосельских лебедей». Мне очень нравится эта цитата, и я была рада, когда я её увидела, потому что она говорит не о величии Достоевского, об этом говорят все, не о значении его для русской мировой культуры, а она говорит о необходимости каждому человеку, ну, скорее всего, русскому человеку, читать Достоевского. Даже если не можешь его любить, броня, всё равно читать. Почему читать? Почему так важно читать? Потому что чтение, чтение художественной литературы помогает нам наполнить нашу жизнь очень интересными вещами, интересными судьбами, интересными событиями, интересными отношениями. Потому что на самом деле жизнь каждого человека, ну, в общем-то, довольно стереотипна. Мы живём в определённом окружении, выстраиваем свои отношения с людьми, как правило, по определённому, ну, не сказать шаблону, а по определённой традиции. Да, мы так привыкли. И люди, которые нас окружают, они тоже выстраивают свои отношения с нами, ну, в общем-то, более или менее похожим образом. В нашей жизни так богато событиями. Конечно, мы можем ездить, мы можем ходить на выставки, но всё-таки в полной мере мы можем заполнить неполноту жизни благодаря художественной литературе. художественной литературе. И вот об этом как раз и говорил Марио Варгас Ильёса, это перуанский писатель, который был в 2010 году удостоен Нобелевской премии по литературе. И именно выступая с Нобелевской лекцией, он сказал вот эти слова. Чтение, как и писательство, это протест против неполноты жизни. Вот это очень важно, мне кажется, потому что жизнь должна быть полной. Человек должен пережить, ну, может быть, не в жизни, не в реальности, но хотя бы участвуя в событиях, которые описаны великими писателями. Многое из того, что происходило в мире и происходит сейчас. Что же даёт человеку чтение художественной литературы и русской классики в том числе? Вот два момента. Первое, о котором я уже сказала, это обретение опыта. Алексей Алексеевич Леонтьев, замечательный наш психолог, психолингвист, филолог, говорил о том, что поэзия – это полигон человеческих чувств. Ну, вот такое немножечко милитаристское выражение. Но здесь мы говорим о том, что на площадке поэтического текста и шире художественного текста человек может испытать разные чувства, разные эмоции. Помните? Порой опять гармонией убьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. Ну, вот Александр Сергеевич Пуркин знал, о чём писал. Над вымыслом, над книгой, над художественной книгой, над стихами, над прозой, ну, над всем, что составляет художественную литературу. Но вот это обретение опыта – это не единственный, как бы, бонус, который даёт нам чтение художественной литературы. И ещё, и многие филологи, методисты говорят об этом, что погружение в язык даёт нам совершенствование языка, усвоение языка в том полном его объёме, в каком он вообще существует в природе. Потому что я уже говорила, что точно так же, как и с опытом, и мы пользуемся определённым набором слов, выражений. В нашей жизни просто, может быть, большего и не требуется. А вот в художественном тексте мы встречаемся с такими конструкциями языковыми, с такими лексическими единицами, которые обогащают нас. Вот замечательный филолог Борис Михайлович Каспаров говорил, что носители языка об очень большом количестве слов родного языка имеют очень приблизительное представление. Почему? Потому что в текстах происходило узнавание, узнавание роли этого слова или этого выражения в тексте. Читателю оно было понятно, слово отложилось, но не в энциклопедическом значении. Знание это не полное, не глубокое. Для этого потом нужно ещё обратиться к словарю или энциклопедии. Но, тем не менее, вот этого набора слов, которые читатель усваивает пассивно и не зная точных значений, вот количество этих слов у каждого носителя языка очень и очень велико. Совершенствование языка, погружение в язык. Стивен Краш, американский лингвист и методист, говорил о том, что именно вот такое погружение в язык даёт человеку усвоение языка. Потому что, возможно, два пути овладения языком. Это изучение языка и усвоение языка. Изучение языка – это то, что происходит на уроках русского языка, прежде всего. Это запоминание правил, это выполнение упражнений, ну и вот создание всех этих склонений, спряжений, парадигмы и так далее, и так далее. Вот это изучение языка. Нужно это? Ну, конечно, нужно. Но это изучение языка не даёт полного владения языком. Для этого нужно усвоение языка. Вот именно это погружение в языковую среду, ну и дальше уже усвоение того, тех языковых конструкций, речевых клише и так далее, и так далее, с которыми вы встречаетесь в этой языковой среде. И языковая среда в данном случае речь идёт именно о чтении художественной литературы, когда язык, слова, грамматика окружает нас со всех сторон. Ну, смотрите, да, мы с вами, надеюсь, договорились, что ими не нужно было вас очень уговаривать, о том, что художественная литература действительно нужна человеку, и чтение художественной литературы обогащает человека, обогащает его язык, его опыт, внутренний мир и так далее. Но много на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. Предупреждает нас Дмитрий Иванович Писарев. И это действительно так. Иногда нам кажется, что если человек в начальной школе овладел техникой чтения, а Дмитрий Иванович Писарев говорит именно о технике чтения, хотя называет её грамотой в данном случае. Так вот, техника чтения, да, она может помочь. И это действительно такой фундамент для того, чтобы на этом фундаменте выросло уже новое здание. Знание умения чтения художественной литературы. Потому что тексты, которые читаются в начальной школе, простые тексты. А со временем читатель переходит к сложным текстам. И именно такими сложными текстами являются художественные тексты. И только техники чтения для понимания этих текстов недостаточно. Вы знаете, я очень сержусь, когда слышу слова о том, что так, как современные школьники, российские школьники, которые учатся в русских школах, в русских городах, которые изучают русский язык как родной, и российские школьники сейчас практически не понимают литературу, написанную в XIX веке. И сержусь, ну, во-первых, потому что это действительно очень печальная история, но самая большая моя беда в том, что есть методисты, есть преподаватели, учителя, которые находят такой выход из этого положения, что тексты надо адаптировать, упростить. Я с этим не могу согласиться, потому что это реальное оглупление нации. Разве это возможно? Мне кажется, этому надо сопротивляться всеми имеющимися у нас силами. Ну, что я и делаю, хотя силы мои невелики. Ни в коем случае не надо упрощать тексты. Нужно подтягивать читателя к сложным текстам, показывать ему, как можно преодолеть те трудности. Для того, чтобы читатель неопытный, неквалифицированный не говорил, что это неинтересная книга. А может быть, сначала признался самому себе, что он не умеет читать, не может её понять, и стал бы преодолевать вот это неумение и невозможность читать. Потому что на самом деле это непростая задача читать сложные художественные тексты. Но вместе с тем, то, что написано одним человеком, безусловно, может быть понято другим. При его желании, конечно. И прежде чем говорить о Достоевском, а мы ещё с вами будем говорить о Достоевском, я покажу вам как раз тот проект, который мы в этом году отмечаем как раз юбилей Фёдора Михайловича. И прежде чем я буду говорить об этом проекте, я расскажу о той методике, которая положена в основу и этого проекта, и других уроков чтения, о которых, может быть, кто-то из вас уже знает. Но я дам в конце ссылку, так что я надеюсь, и вы с ними познакомитесь. И это методика интерактивного обучения чтению художественной литературы. И поскольку я сказала, что это интерактивная методика, то здесь нужно, конечно, уточнить, что же я имею в виду, когда говорю интерактивная методика. Прежде всего, у этого слова интерактивность есть два значения – широкое и узкое. Узкое значение интерактивности обычно используется в работах, посвященных компьютерным технологиям и использованию компьютера. Ну вот я сейчас нажала кнопочку, и у меня поменялся слайд. Интерактивность, конечно, интерактивность, потому что компьютер ответил мне на моё действие. Но для нас этого мало, потому что интерактивность, на мой взгляд, это прежде всего свойство методики. Это особым образом организованный учебный процесс. И интерактивность проявляется в отборе текстового материала, в нашем случае художественных текстов, в принципах взаимодействия с ним и организации урока чтения, в формулировках вопросов и заданий и выборе тех единиц в тексте, которым задаются эти вопросы и задания. Вот все эти компоненты, они проникнуты интерактивностью, то есть они влияют на читателя, они заставляют его думать, заставляют его искать ответ и помогают найти в том числе правильный ответ. Ну, прежде всего, текстовый материал. И для обучения чтению художественной литературы, потому что чтение – это деятельность, а любой деятельности можно научиться только в процессе этой деятельности. И для того, чтобы эта деятельность по обучению чтению художественной литературы была эффективна, нужно использовать соответствующий текстовый материал. И это аутентичные художественные тексты, которые не подвергались адаптации или сокращению. Потому что любое вмешательство постороннего человека в текст – это лишение этого текста, его аутентичности, прежде всего, его коммуникативной природы. В текст может вмешиваться автор, потому что для автора любой беловик – черновик, и он может по-своему переделывать по прошествии лет какие-то фрагменты текста. А вот ни преподаватель, ни методист, никто не имеет права что-то изменять в тексте. Если вам представляется этот текст сложным для ваших учеников, значит, вы должны просто отложить его в сторону до того момента, когда они достигнут нужного уровня и выбрать другой текст. Вот ещё раз давайте запомним. Аутентичный текст, художественный текст – это коммуникативная единица, это единица коммуникации. И поэтому ни в коем случае она не должна подвергаться адаптации или сокращению. Мне кажется, что Юрий Михайлович Лотман знает про художественный текст больше, чем кто-либо. И мне очень нравятся его слова, я не устаю их цитировать. Возможно, кто уже слушал мои вебинары в прошлом, тоже слышали от меня эти слова. Слова Юрия Михайловича Лотмана. «Художественный текст – идеальный собеседник, интерактивен по своей природе. Он подсказывает читателю, содержит всё, что необходимо для его понимания». Вот это очень важно, потому что у нас с вами на уроке чтения создаётся уникальная ситуация, потому что тот текстовый материал, который мы приносим на урок, он сам по себе интерактивен. И нам только нужно соответствовать вот той интерактивности, которая заложена в тексте, чтобы читатель смог пойти в контакт с текстом и его автором. Основной критерий, потому что аутентичных художественных текстов очень много, и нужно выбрать же что-то. И вот главный критерий, которым я всегда сама пользуюсь и вам советую, это соответствие художественного текста интересам, потребностям, возможностям и специфике потенциального читателя. Почему важен интерес? Потому что интерес формирует внутренний мотив деятельности. Вот это «я хочу», «мне интересно». Поэтому необходимо выбирать, особенно на первых порах, такие тексты, которые могут вызвать интерес читателя и вызовут интерес читателя. Но каким образом это произойдёт, вам лучше знать, потому что вы лучше знаете своих учеников, и вы можете подобрать для них интересный текст. Второе. Потребностям. Вот это уже мы определяем, потому что из того массива книг, которые интересны вашим ученикам, а их, я думаю, очень много, вы выбираете то, что вы, как вы считаете, соответствует их потребностям. Вы не обязательно декларируете это. Вы не говорите, что вот эти книги воспитают вас, прошу прощения, что эти книги... Что такое? Так. Что эти книги воспитают вас какие-то хорошие качества. Не надо, потому что сегодня слова о воспитании не очень хорошо воспринимаются учащимися. Но это не значит, что мы не должны этим заниматься. Не обязательно навязывать это. Но делать это надо. Итак, из того, что интересно вашим учащимся, вы выбираете то, что интересно и вам, и как вы считаете, что может быть, может соответствовать их потребностям. возраста, их какого-то состояния, положения, мальчикам одно, девочкам другое и так далее, и так далее. Но есть книги, которые для всех. Возможности. Вот это тоже очень важно. Потому что все методисты говорят о том, что, конечно, при выборе текста для уроков мы должны ориентироваться на уровень владения языком, русским языком, если мы говорим о русском языке как неродном, а и на территории России таких учеников очень много, потому что у нас есть национальные края, области, и там, конечно, много детей, для которых русский язык неродной, и школа должна заботиться о том, чтобы он стал вторым родным. Это тоже возможно. И, конечно, если мы ориентируемся на уровень владения языком для тех, кто... для читателей, не носителей языка, это важно. Но мы, может, также ориентируемся на возраст этого читателя и так далее, и так далее. И вот возможности. Текст не должен полностью соответствовать уровню владения языком, потому что, конечно, тогда не будет движения вперёд. Поэтому в тексте должна быть и новая лексика. Вот чего не должно быть, это незнакомой грамматики, потому что незнакомая грамматика это очень большая трудность. И объяснять грамматику на уроке чтения это трата времени. А лучше, если ваши ученики ещё на уровне А2, если этот уровень у инофонов, то лучше выбрать те тексты, которые не содержат причастия и депричастия. А уровень B1 уже обеспечивает полностью всю грамматическую систему русского языка, знание всех грамматических категорий. И поэтому, начиная с уровня B1, можно использовать тексты, не изучая специально их грамматику с точки зрения, будет она им понятна или нет. А вот с лексикой совсем другая история. Потому что, если грамматику можно всю знать, то лексику это невозможно. Потому что, конечно, лексический запас русского языка, он превышает запас любого носителя языка. Да, потому что это очень и очень большой объём. Но с лексическими трудностями можно справиться в процессе чтения. Вот об этом написано у меня в книгах. И я скажу вам, где можно это посмотреть. И уроки, которые я вам порекомендую, тоже покажут вам, как это можно сделать. Как преодолевать трудности в процессе чтения. Почему я так много говорю о том тексте, который необходимо выбрать? Потому что именно текст формирует методический аппарат урока чтения. То есть тот комплекс вопросов и заданий. И поэтому здесь уже подстроить под читателя текст нельзя. Текст должен быть изначально выбран таким, знаете, как вот есть хорошее русское выражение, как яичко ко Христову дню. Ну вот еще раз повторяю, потому что это важно. Именно художественный текст формирует методический аппарат чтения. Интерактивные вопросы и задания ключевым единицам текста. Кроме того, кроме выбора текста, очень важно еще преподавателю представлять себе, какие трудности могут возникнуть у учащихся при чтении этого текста и на каком этапе они могут возникнуть. Потому что нам кажется, что чтение такой монолитный процесс. Вот мы читаем и как бы этот процесс не раскладывать и на какие единицы. Мы читаем и все, вот как в реке плывем. Но на самом деле как только мы встречаем какую-то трудность, это может быть незнакомое слово или у знакомого смысла появляется какой-то смысл, который мы не можем уловить. Или мы не понимаем, как нужно вообразить, представить себе то, о чем мы читаем. Вот тогда у нас возникает остановка и нам нужно что-то сделать. Это происходит потому, что чтение имеет уровневую структуру. Оно состоит из трех уровней. И каждому уровню соответствуют свои когнитивные стратегии или видоязыковой догадки, которые помогают преодолевать эти трудности. И которые мы в общем-то с большим или меньшим успехом пользуемся в своей обычной жизни. вот уровни читательской деятельности. Это уровень идентификации значений языковых единиц, уровень значения. Уровень смысла. Это установление частных смыслов текстовых единиц. Это следующий уровень преобразования словесных образов текста в читательские представления. Вот здесь три уровня и преподаватель, учитель должен представлять, на каком уровне возникает проблема, чтобы предложить учащемуся ту или иную когнитивную стратегию. Если непонятно слово, то нужно использовать опору, опору на состав, прежде всего опора на грамматический облик слова, далее на синтаксическую структуру предложения. Если эти опоры не помогают, то опора на корень слова, на состав слова, на приставки и суффиксы, на тему текста и, в конце концов, на здравый смысл. Вот очень большой набор когнитивных стратегий, которые работают на уровне узнавания языковых значений. Уровень смысла. На уровне смысла очень хорошо работает подбор синонимов, потому что вы подбираете слово с тем значением, которое имеется у слова, использованного автором. Но смотрите, почему автор выбрал именно это слово, какие дополнительные смыслы он не дает. это дает. И третий уровень, который, в отличие от первых двух уровней, которые существуют при чтении абсолютно любого текста. И газеты, и журнала, и деловой бумаги, научного текста, и так далее, и так далее. А вот третий уровень существует только при чтении художественной литературы, ну, или текстов приближенных, написанных языком, таким вот как язык художественной литературы. И здесь важно представить себе, вообразить. В свое время Пешковский говорил, что художественному тексту свойственна неизбежная образность каждого слова. И вот эти образы нужно перевести на язык читательских представлений. Ну, своего рода такой сам себе режиссер. И каждому уровню читательской деятельности, как я уже сказала, соответствует свой набор когнитивных стратегий, то есть тех действий и приемов, которые читатель использует для преодоления трудностей чтения. Причем очень интересно, что вот эти приемы или действия, они являются психологическими универсалиями, то есть аналогичные приемы взаимодействия с языковым материалом имеются в разных языках. В свое время я говорила очень осторожно и говорила, ну, возможно, это вот для индоевропейских языков. Но я читала лекции преподавателям и школьным, и вузовским из Китая, Вьетнама, Южной и Северной Кореи, и практически каждый раз я от своих коллег слышала удивление, а почему вы говорите только об индоевропейских языках? В наших языках тоже работают эти когнитивные стратегии. Ну, например, подбор синонимов уж точно работает. И да, там будут другие языковые единицы, да, по-другому будут работать корень, приставки, суффиксы, вот те единицы, которые мы так называем. Но взаимодействие с этими единицами читателя будет таким же, потому что это психологические универсалии. И это очень облегчает жизнь преподавателям в том случае, когда мы учим уже ученых, людей, которые на родном языке, на другом языке, на первом родном языке, при изучении второго родного языка, что если эти учащиеся уже умеют читать на другом языке. То есть они уже имеют опыт оперирования вот этими когнитивными стратегиями. Эти когнитивные стратегии могут быть только перенесены на другой текст, текст на другом языке. Ну вот мы с вами выбрали текст. Мы представили себе, какие могут ожидать наших учащихся трудностей. Выделили те трудные моменты, которые могут быть. И второй, и еще последний момент. Мы с вами определились с тем, что какие когнитивные стратегии мы можем использовать для преодоления этих трудностей. И теперь нам нужно вот все это наше знание вместить в урок чтения. Потому что ради этого мы все и делаем, чтобы текст вступил в взаимодействие с читателем. И урок чтения мы организуем по модели естественного взаимодействия читателей и книги. Нет учебного чтения, которое было бы только для носителей языка, только для детей билинглов, только для еще каких-то категорий учащихся. Нет. Есть единый процесс чтения взаимодействия читателя и книги. И вот именно на этот момент мы и обращаем внимание. Сейчас мы посмотрим, какие как же собственно говоря у нас здесь и какие особенности проявляются. Не могу не процитировать очень уважаемого мной человека Алексея Алексеевича Леонтьева, психолога, психолингвиста, филолога. Когда-то он работал в нашем институте и моя докторская диссертация рождалась в том числе и в разговорах с ним, в спорах с ним, потому что если у меня возникали на уроках какие-то непонятные моменты, как правило, психологического характера, я всегда обращалась к Алексею Алексеевичу, вспоминая его только добрым словом. И вот посмотрите, совершенно гениальная фраза. Любой аутентичный текст это свёрнутый коммуникативный акт, потому что в нём присутствуют уже два собеседника, автор и читатель, и сообщение, которым они обмениваются. Вот это свёрнутый коммуникативный акт. Я понимаю, что это очень красивая фраза, но что это может дать нам с вами как методистам? Очень многое, потому что на уроке чтения наша задача состоит развернуть вот это общение и организовать взаимодействие читателей книги. Кто может научить читателя понимать текст? Только писатель. Вот такого мнения придерживался итальянский психолог, филолог и замечательный писатель Умберто Эка. Он мечтал об идеальном читателе. И у него есть несколько работ, которые, если вы не читали, то я советую вам прочитать. Такие психолого-педагогическо-филологические работы, в том числе и воспитание идеального читателя. Он говорил как раз о том, что воспитать идеального читателя может только писатель. И вот наша задача состоит в том, чтобы как можно сблизить читателя и писателя. Чтобы на уроке учитель должен устраниться. Он может только за кадром как-то, если какие-то возникают проблемы, действовать. А должны взаимодействовать именно читатель и писатель. Помните, у Юрия Михайловича Лотмана об этом же сказано. Идеальный собеседник, художественный текст, он подсказывает читателю, он помогает ему. Вот надо, чтобы читатель это увидел. Потому что если читатель не видит, а если не видит, то и не может, и не хочет взаимодействовать с текстом, то тогда, конечно, ему текст покажется неинтересным, скучным, и он не захочет читать. Вот тоже моя любимая цитата. художественный текст должен быть в первую очередь понят как сообщение на естественном языке. Вот не на языке искусства, не на поэтическом языке. нужно понять художественный текст не как произведение искусства, хотя, конечно, этого никто не отменяет, но это все потом. А сначала вот это сообщение, вот свернутый коммуникативный акт, вот это сообщение на естественном языке, которое автор адресует читателю. И вот это именно и должно быть понято. И вот еще нам с вами помощь от нидерландского лингвиста и когнитивиста, который считал, что читатель понимает текст тогда, когда он понимает ситуацию текста. И думаю, что мы с вами не будем с этим спорить, потому что на собственном опыте знаем, что действительно если мы представляем себе вот то, о чем читаем, кто там действует, что происходит, где и когда, то мы, конечно, понимаем текст. А вот если, например, это бывает с плохим переводом художественного текста, когда вы не можете представить себе вот то, что вы читаете, вы не понимаете ситуацию, не можете понять о ком, не можете понять, что происходит, где и когда, и вы не понимаете текст. Вот надо понять ситуацию текста. А что же такое ситуация текста, художественного текста? Ну, естественно, это отражение некоторого фрагмента действительности. Причем каждый автор изображает эту действительность так, как он ее видит. и поэтому вот эти отражения одной и той же ситуации могут быть совершенно различными. Но вы знаете, что в художественных текстах иногда применяется этот прием, когда дается история сначала, например, глазами жены, а потом глазами мужа. Одни и те же события, но люди по-разному их воспринимают в силу разных причин. Об этом мы сейчас не будем говорить. Ну, а писатели могут вообще по-разному изображать окружающую действительность вплоть до каких-то фантастических историй. Но в основе это всегда фрагмент действительности. Другого материала у писателя нет. А вот основные компоненты ситуации художественного текста. В общем, просто, если не сказать, примитивно. Для того, чтобы понять художественный текст, нужно понять, о ком этот текст. Кто герой, главный персонаж, субъект этого текста или субъекты, потому что их может быть много. События. Что происходит с этим субъектом, героем или субъектами, героями? Или какие события происходят? Мне очень нравится этот термин событие. Я позаимствовала его у Вадима Руднева. Вот это слово, мне кажется, оно очень ёмкое, потому что оно включает в себя и действия, и поступки, и состояние, и чувства, и так далее, и так далее. И событие может быть и там, где есть активный действующий субъект, и событие может быть там, где субъекта нет. вот некоторое состояние, например. И важно читателю понять, где происходит событие и когда это происходит. Конечно, в реальном художественном тексте очень редко ситуация дана статично. Ну, наверное, только в стихотворениях, например, Владимира Вишневского, в в настишеях. Ну, вот, например, такое, может быть, даже чуть-чуть такое, не знаю, даже приводить или не приводить этот пример, приведу. Тебя сейчас послать или по факсу? Вот ситуация статична. Действие ещё не произошло и не было ответа на это действие. Но в реальном тексте, реальном художественном тексте, конечно, героев много бывает, бывает много событий, много мест, где они происходят, но и время тоже может меняться. Поэтому ситуация реального художественного текста, как правило, не статична, а представляет собой последовательность мини-ситуаций. А мини-ситуации, максимальное число этих мини-ситуаций в художественном тексте, это число предложений, потому что каждое предложение уже является ситуацией. Но, конечно, если текст объёмный, если это рассказ, то нет необходимости работать над всеми мини-ситуациями, мини-ситуаций есть те, в которых реализуются вот эти основные компоненты ситуации художественного текста, субъекта, события, место и время, а есть и такие, которые, возможно, либо дублируют уже имеющуюся ситуацию, дополняют её и так далее, и так далее. Так, нет, сейчас мы немножко ещё вернёмся туда. Итак, и слова, которые, текстовые единицы, которые описывают основные компоненты ситуации, это номинации персонажей, это указания на место и время, указания на события. Вот эти слова, эти текстовые единицы являются ключевыми текстовыми единицами. И именно к ним задаются вопросы и задания, потому что именно они должны быть в первую очередь поняты. Так, но, к сожалению, у меня времени не так много, поэтому я не могу привести здесь примеры на каждой из основных компонентов ситуации и ключевых единиц, и ключевые единицы текста. Но у меня здесь, извиняюсь, то, что буквально через несколько секунд я покажу вам книги, где вы сможете с этим познакомиться. И, как я уже говорила, ориентация на естественное речевое общение читателей и книги позволяет создавать интерактивные уроки, которые могут быть использованы как в аудитории носителей языка, так и для билингов и инофонов. Для меня самой это было удивительно, когда аудитория уроков чтения начала вот так увеличиваться, причем не за счет тех категорий, которые были с самого начала, а вот за счет того, что привлекались новые группы, вот как билинговы, инофоны и даже последнее приобретение это дети с особенностями речевого развития, прежде всего с дислексией. Вот если у кого-то из вас есть такие ученики или дети, то логопеды говорят, что работа с текстом, практика чтения, массированная практика чтения, она в определенных случаях, не всегда, конечно, но может помочь преодолеть дислексию, вот и этот диагноз снимается. И логопеды, по крайней мере логопеды из Московского Педагогического Государственного Университета, они используют эти уроки в своей практике в обучении детей с особенностями речевого развития. Так что вот это на мой взгляд такой наименее травматичный способ преодоления дислексии. А вот книги, о которых я вам говорила. Прежде всего, это совсем свежее издание этого года, 21-го года, методика обучения чтению художественной литературы. Это монография. Там очень подробно с примерами, с примерами из текстов. И есть приложения, в которых есть уроки, сценарии уроков. Очень подробно описано вот то, все то, что я вам очень сжато и в общем достаточно в мире может быть сумбурно рассказала. Но там это все можно прочитать и у вас будет полное представление об этой методике. Вышло, это уже второе издание, было издание 19-го года, но вот теперь это второе издание 21-го года. Методическое пособие для преподавателя «Зачем, что и как читать на уроке». Это 15-й год, но может быть у кого-то оно есть. И учебное пособие «Читаем стихи русских поэтов» по признанию издателей из этого издательства «Златоуст», это петербургское издательство. Это такой своеобразный бестсейлер методический. Вот как минимум 6 изданий уже вышло, и я думаю, что это не предел. Там 20 с лишним сценариев уроков по стихотворениям русских поэтов от Державина до Бродского. И вот еще интересный момент. Оказалось, что эта методика, интерактивная методика обучения чтению художественной литературы, работает не только при создании очных уроков, но и произошло то, о чем я даже не то, что не мечтала, я просто была уверена, что это невозможно, что заниматься художественным текстом, учить читать художественную литературу в цифровой среде невозможно. но случилось так, что в 14-м году в наш институт пришла удивительная команда программистов, которые умели очень многое и самое главное, они очень хорошо умели взаимодействовать с филологами, методистами, ну вот, в частности, со мной. И поэтому, когда совсем недавно я проводила, ну это еще доковидное было время, я проводила университетскую субботу для московских школьников, старшеклассников. Тема была, ну вот такая, близкая нашему сегодняшнему вебинару «Зачем современному читателю русская классическая литература?» И мы обсуждили этот вопрос, ну в общем-то, поскольку пришли все-таки дети, которые были заинтересованы в чтении, мне не нужно было их очень убеждать, но в конце я задала им, вот прочитала им эту цитату Николая Александровича Рубакина «Если читатель не идет к хорошей книге, надо сделать, чтобы сама книга пошла к нему». Вот что нужно сделать? и я попросила их сказать мне, куда должна пойти книга, чтобы найти своего читателя. И я очень удивилась, но я обрадовалась, когда я увидела, как 80 школьников у меня в аудитории подняли над головой свои смартфоны. Я засмеялась и сказала, вы не поверите, но мы пришли тоже к такому мнению и создали интерактивные уроки чтения в цифровой среде. Вот это интерактивный авторский курс «Уроки чтения. Праздник, который всегда с тобой». Те коллеги, которые уже бывали на моих вебинарах, знают и, возможно, пользуются этими уроками. Здесь уже не 20 уроков, а больше 50 уроков и добавились, конечно, очень много других авторов. И если говорить о 18 веке, там это все начиналось с Державина, теперь есть урок по Ломоносову. А вы знаете, что совсем недавно, несколько дней тому назад, Ломоносову исполнилось 320 лет. Я думаю, хороший повод для того, чтобы взять на урок его стихотворения и прочитать его. Тем более, что это стихотворение актуально не только для урока литературы или русского языка, оно актуально и для урока физики, потому что там отражены и научные, естественно, научные интересы Ломоносова. Есть, конечно, XIX век весь, ну не весь, но во всяком случае есть уроки по стихотворениям очень многих писателей, поэтов, и XX век, и современная литература тоже. Посмотрите, и здесь адрес для того, чтобы вы могли мне задать вопросы, если такие у вас возникнут. И вот теперь, наконец, тот предмет, ради которого, в общем-то, мы с вами и собрались, потому что это читайте Достоевского. Но поверьте, что без описания методики, наверное, я не могла бы вам показать так вот этот мультимедийный комплекс по обучению чтению, так как нужно это сделать. Он размещен на портале образования на русском и доступен на любых компьютерных устройствах, в том числе и на смартфонах. Вот так выглядит главная страничка этого ресурса. И, конечно, здесь обращает на себя внимание фигура Достоевского. И на следующем слайде я покажу вам разные ракурсы. Потому что эта фигура Достоевского это такой как бы сделанный с помощью компьютерной графики изображение памятника, который стоит в Москве на улице Достоевского. Он установлен в маленьком скверике перед зданием бывшей Мариинской больницы для бедных. Поэтому улица Достоевского называлась раньше Божидомкой. Ну, Божий дом. И в этой больнице работал отец писателя и во флигеле этой больницы писатель родился и жил первые годы жизни. И вот эта замечательная скульптура, которая была установлена в 1936 году, автор её Меркуров, скультор Меркуров. И она интересна тем, что если вы обходите вокруг неё, то писатель предстаёт перед вами совершенно в разном обличье даже. И вы видите как будто другого человека, то сагбенного старика, сложившего руки, то наоборот расправляющего плечи атлета. Удивительный совершенно памятник. И на нашем проекте, вот на главной странице нашего проекта, этот памятник вращается. И какое-то время по отзывам, знаю уже тех, кто его видел, говорят, что вот люди замирают на этой странице, чтобы посмотреть на Достоевского такого разного, такого удивительного, ну, прежде чем приступить к, собственно, к чтению его рассказа. Центром этого мультимедийного комплекса является интерактивный урок чтения по рассказу «Ёлка и свадьба». Вы видите панели инструментов и панели ресурсов, которые здесь. Здесь использовано ещё одно произведение русского искусства, картина Василия Покерева «Неравный брак». И вот это две версии. Любой урок чтения и на сайте уроков чтения и на сайте Достоевский на интерактивном уроке чтения представлено в двух вариациях, в двух версиях читателям и учителям. Видеозапись одна и та же, но организованы уроки по-разному. Вы можете в этом убедиться, если сами войдёте в этот урок, в любой урок. Кроме интерактивного онлайн урока чтения есть аудиотекст, где вы можете просто прослушать и видеотекст, который вы можете дать своим ученикам просто посмотреть, может быть, уже после того, как пройден урок. Есть ещё приложение к онлайн уроку, но я расскажу о нём чуть позже, и мобильное приложение. Ну, вот здесь более крупно вы видите все эти ресурсы, вот вы можете с ними познакомиться. А сначала мы познакомимся с интерактивным уроком чтения, и здесь вы видите первую сцену, версия читателям. Версия читателям, и вот так она представлена, здесь есть обращение к читателю, указаны все фрагменты, и во фрагменты нужно входить последовательно, нельзя пропускать, нельзя какой-то выбрасывать или двигаться в обратном направлении, читатель должен делать всё последовательно. есть послетекстовая работа, и есть очень краткая предтекстовая подготовка, в которой рассказывается о писателе. Сейчас будет слайд такой. Это тот же слайд, но уже версия учителям. Здесь вся структура урока, и учитель может передвигаться по уроку, по фрагментам предтекстовой работы совершенно в том ритме, в том темпе, и таким образом, которые считают нужным. А вот это, если бы я нажала кнопочку с предтекстовой подготовкой, то открылся бы этот слайд, где портрет Фёдора Михайловича Достоевского, и дан текст о нём, и звучит видео, и я очень кратко рассказываю о Фёдоре Михайловиче. И вот это вся предтекстовая работа, она очень и очень компактная, и она призвана только для того, чтобы сформировать внутренний мотив деятельности. А вот уже перед вами один из фрагментов, и здесь даётся текст этого фрагмента, текст фрагмента читается, и к фрагменту задаются вопросы и задания. В данном случае это задание, чем обратила на себя внимание рассказчика, сестра мальчика с деревянным ружьём. Выделите в тексте нужный фрагмент. Вот читатель должен ещё раз обратиться к тексту, он только что прослушал текст, возможно, пробежал глазами, но с каждым новым заданием и вопросом он должен снова обратиться к тексту, и таким образом достигается понимание этого текста, он должен найти тот фрагмент, который будет соответствовать заданию. Ещё один фрагмент, вот здесь уже вопрос, с какой целью рассказчик, говоря о будущей богатой невесте, использует слова девочка и ребёнок, и даны варианты ответа. Если вы отвечаете неправильно, у вас есть вторая возможность, вы можете ещё раз попробовать. Если вариантов ответов больше, там бывают четыре, пять, семь даже вариантов ответа, вы можете перепробовать все ответы, но вы пойдёте дальше, только если вы правильный ответ нашли. Иногда мне говорят, что нет, вы неправильно сделали методически, потому что лучше было бы оставить вот этот ответ, вопрос, вернее, без ответа, без решения, и потом выдать читателю вот ту сводную таблицу с пропусками, на какие вопросы он не ответил. Но ведь у нас не экзамен, мы не стараемся показать учащему всё, чего он не знает, мы стараемся, чтобы он нашёл ответ на все вопросы. И в данном случае этому соответствует наша организация занятий. ну вот здесь снова появляется неравный брак, картина Пукарева, это завершающая сцена, и если вы щёлкаете здесь, то звучит некоторый текст, который подводит итог этому уроку. Вот посмотрите, это интерактивный урок чтения, я не буду показывать видео и аудиотекст, там в общем собственно говоря ничего нет, такого необычного, а вот приложение в формате PDF, это важный момент. Причём здесь нужно представить себе, что это комплекс творческих заданий. В рамках тестового формата заданий, ну вот в интерактивных онлайн уроках чтения, нет возможности задать творческое задание, где читателю нужно было бы подумать, написать что-то, сочинить, может быть разгадать что-то и так далее, и так далее. Это невозможно, а вот формат PDF позволяет это сделать. И вот мы сейчас с вами убедимся. Вот смотрите, это начало приложения, приложение к онлайн уроку по рассказу Фёдора Михайловича Достоевского «Ёлка и свадьба». Перечитываем, размышляем, раскатываем, сочиняем. И дальше перечислены все задания или вопросы, на которые нужно ответить или которые нужно выполнить, если вы хотите, чтобы ваши ученики более глубоко поняли художественный текст. Тут нужно описать событие, которое дало название рассказу, нужно составить словесный портрет одного из главных героев, нужно представить себе не только девочку, как она была на этой ёлке, но какой она стала через пять лет на свадьбе и так далее, и так далее. И есть и задания в том числе с картиной известного русского художника Пукерева «Неравный брак». Вот как формулируется это задание. Можно ли её использовать, эту картину, как иллюстрацию к рассказу «Ёлка и свадьба»? Сопоставьте описание жениха и невесты здесь и сравните с тем, что было описано в рассказе. Как вы думаете, можно ли найти на картине изображение ещё кого-то из героев рассказа? На каждой страничке даётся ещё место, разлинованной такой, разлинованной части страницы для того, чтобы ученик мог вписать туда какие-то свои соображения. И в конце приложения, это так во всех приложениях, их много в уроках чтения, даётся кроссворд, который может разгадать, ну, прежде всего, если вы прочитаете рассказ, потому что есть некоторые слова, которые использованы именно в рассказе. Может быть, так даже и нельзя будет найти. И посмотрите, здесь у нас ещё новация, я надеюсь, что она будет иметь продолжение. потому что мы понимаем, что для многих очень важно скачать эти уроки, а скачать их нельзя. Бесплатно пользоваться можно, вы можете работать сколько вам нужно, вы можете работать и на уроке со своими учениками и дома, и дать им задание посмотреть, вход бесплатный и открытый, свободный, но скачать себе на компьютер или на смартфон это нельзя. А вот в этом мультимедийном комплексе уже эта возможность появилась, потому что есть мобильное приложение, которое вы можете скачать на свой смартфон или планшет, или персональный компьютер и использовать уже там, где нет интернета и в школе у себя, потому что не во всех школах есть интернет, в библиотеках тоже не всегда бывает, ну, во всяком, или просто в поезде или в автобусе, где вы едете, ну, и так далее, и так далее. Вот мобильное приложение. Кроме вот этих ресурсов, цифровых ресурсов, здесь есть текстовые ресурсы, советы читателям, ну, вот здесь они с базой галочкой, рекомендации учителям по использованию этих ресурсов на уроках, график вебинаров, мастер-классов, презентаций, в том числе и вот этого сегодняшнего нашего вебинара. И через какое-то время, как только организаторы мне пришлют ссылку на этот, на видеозапись, мы разместим там эту или ссылку, или видеозапись. Вот, если вы можете, например, посмотреть, если вы не с самого начала попали на наш вебинар, то вы сможете послушать то, что было в самом начале. И есть отзывы. Вот до последнего времени этого не было, но когда стали появляться отзывы, мы поняли, что это обязательно надо отразить. И вот отзывы. Отзыв Анатолий Леонидович Бердичевский, доктор педагогический наук, профессор, очень известная личность в области методики преподавания русского языка, как иностранного. Он высоко оценил нашу работу. Светлана Парминг, председатель Ассоциации учителей русского языка Швеции. Вот здесь тоже она, они используют материалы и других уроков чтения на занятиях с детьми билингвами, билингвами в русских зарубежных школах, в частности, в Швеции. Вот тоже вы можете познакомить с этим отзывом. Он такой достаточно романтичный, я бы сказала. И коллега из Индии, член исполкома Индаприала, кандидат филологических наук, преподаватель университета Дживахарлала Неру в Нью-Дели. Вот она тоже высоко оценила этот материал. Надо сказать, что Ассоциации учителей русского языка Швеции и Индаприал давали нам письмо поддержки, когда мы представляли этот ресурс на конкурсе русского мира. И вот это совсем последний отзыв. Он буквально получен на прошлой неделе. Совершенно неожиданно, потому что я не знакома была с этой преподавательницей. Но оказалось, она увидела этот ресурс, возможно, она услышала какое-то моё выступление или на Фейсбуке познакомилась с аннотациями и с анонсами и провела урок по этому стихотворению в классах со своих учеников. Она работает в Иордании, в Амане, в русском доме, и там у неё дети билингвы и старшеклассники, и на фоне. Вот и с теми и другими она провела этот урок и вот как раз здесь отражены этапы этого урока. Ну, вы видите, я так понимаю, что ученикам понравилось. Ну, вот и всё, что я могла вам сказать. Итак, я немножко перебрала своего времени, но, пожалуйста, возможно, есть какие-то есть у вас вопросы. Пожалуйста. Так, есть ли вопросы? Так. Наталья Владимировна, большое спасибо за содержательный вебинар. И, коллеги, в конце нашей встречи хочу передать слово Ольге Алексеевой. Ольга, если вы с нами выйдите, пожалуйста, сейчас в эфир, там было небольшое сообщение для всех участников вебинара. Ага, да, спасибо. Ольга, прошу вас. Да, спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить огромное спасибо Наталье Владимировне за прекрасный такой мастер-класс. Слушать Наталью Владимировну всегда одно удовольствие. И, коллеги, я хочу еще раз подчеркнуть, что вебинар, мастер-класс Наталья Владимировна у нас будет в бесплатном доступе для всех участников конференции. Вот. Наталья Владимировна выиграла замечательный грант по данному проекту. Мы ее сердечно с этим поздравляем. И, конечно, это должно издать как можно большее количество людей. Поэтому вот такой для всех будет подарок. Спасибо огромное. И еще, друзья, я хотела бы сказать кодовое слово сегодняшнего дня для тех, кто отслушал полностью дневную программу конференции. Да, спасибо большое, Татьяна. на сегодня кодовое слово дня это ноябрь. Все, пожалуйста, поставьте плюсики, кто получил, понял, осознал. Что делать с кодовым словом? Если не знаете, переходите во вторую вебинарную комнату, я там про это буду говорить, рассказывать. И буквально через несколько минут уже буду приглашать всех в вебинарную комнату номер два для открытия вечерней программы. Спасибо огромное, спасибо коллеге и до связи. Спасибо большое.